Начинаем составление выкройки с того, что ставим центральную точку и будем рисовать круг. Диаметр круга представляет из себя полную окружность груди плюс свобода облегания на запах. То есть свобода облегания в данном случае будет запах. Это 10 см, то есть у меня перехлёшь 10 см. Итого мне нужна окружность груди плюс 2 запаха, то есть 20 см. Соединяем точки. Из этого круга сейчас будем выполнять кардиган. Крайних точек по бокам я поднимаю вверх 5-10 см. От центральной точки откладываю в обе стороны по половине ширины спины. И вверх высоту проймы. Дальше. У меня есть проймы. Это руки. Между ними соединяю. Это спинка. И теперь мне нужно отложить ещё длину ширины плеча. Но я не стала что-то придумывать и сделала плечо тоже 8 см. И соединяю полученные 8 см с точкой окончания вязания полукруга. Это база для вязания нашего полукруглого кардигана. Называю это основой. И теперь я буду эту основу корректировать. Мне нужна нижняя часть. Я убираю все верхние точки. В принципе можно вязать эти середины. Тогда оставляем вот эту часть. Тогда вот это наша выкройка. Это нижняя часть кардигана. От начала, от середины начали, провязали и закончили. Развернули, надели на иглы открытые петли и провязали в другую сторону. Обязательно поставьте вашу петельную пробу. И можете идти в вязание провязывать полотно по указаниям программы. То есть вы набираете количество петель, которые у вас стоят изначально. 82, 82, 164 иглы. Провязываете у нас 177 рядов. И после того, как провязали первую часть, вы просто можете развернуть полотно, надеть его на эти же иглы. Либо на эти же, либо те, которые показывают программы 82, 82. И ехать те же 177 рядов в обратном положении. То есть в зеркальном отражении вы получаете четкий полукруг. Возвращаемся к основе. Убираем полукруг. Он нам уже больше не нужен. Он у нас оформлен и провязан. И убираем лишние линии сверху. Убираем лишние линии снизу. Итак, получили верхнюю часть. Это спинка. Точно так же идете в рисование. Проверяете на петельную пробу. В вязании провязываете спинку. Будете это выполнять по полосками, либо однотонным полотном, как вам нравится. Вот эта точка нам становится не нужна. И наша задача всего лишь сделать одну мерку. Берем метровую ленту и измеряем себе размер капюшона. То есть от основания шеи через макушку, через голову до следующего основания шеи желаемый размер капюшона. У меня это 68 сантиметров. 68 сантиметров это длина всего капюшона. Делю ее на 2. Получается 34. Это высота капюшона. Глубина капюшона у меня уже есть. Вот она. Глубина 32 сантиметра. Вот это выкройка капюшона. Линию ненужную уберу. А вот эта линия мне нужна, потому что она должна быть здесь. Мы будем в этом месте выполнять разрез. Если я разрез не сделаю, я просто провяжу вот такой вот огромный квадрат прямоугольника, я не смогу соединить плечо. Потому что вот эта часть и вот эта. Сейчас я вам покажу. Вот эта часть у меня пришивается вот к этой части и получается плечо. Если здесь у меня будет вывязанное полотно, я ничего не смогу пришить. Если я здесь делаю разрез, я спокойно сшиваю плечи. А вот эта часть капюшона у меня спокойненько укладывается вот сюда. Соединяю с одной стороны вертикальную линию. Вот здесь такая же деталь с другой стороны. И получаю, что мне для того, чтобы соединить капюшон, мне надо будет всего лишь шить вот здесь вот его по небольшой части. Вот этот шов у меня пойдет вот сюда. Когда будем сшивать, вы поймете, о чем речь. Самое главное сейчас не забыть выполнить разрез вот в этом месте. Все, все, что мне нужно. Для того, чтобы вывязать полукруглый кардиган с капюшоном, я выполняю сейчас... Так, нижняя часть есть, поэтому могу ее убрать. Середина есть. Не забудьте, что вот эту деталь мы просто можем развернуть в зеркальном отражении в разделе вязания. Так, серединка есть, вот она. Мы вот эту часть провязываем в кофту круг. Нам нужна только часть с капюшоном. Середину, то есть спинку. Нам нужно провязать полукруг, соединить его со спинкой. И после этого, в принципе, мы можем даже спинку вывязывать из готового полукруга, чтобы не сшивать. Точно так же мы можем вывязывать капюшон из уже готового полукруга, чтобы тоже не заниматься сшиванием. Как вам удобно. Хотите, соединяйте. Хотите, вывязывайте одну деталь с другой. После того, как вы по указанию программы провязали нижнюю часть, провязали спинку, вывязывайте. И еще один момент. Если вы не хотите сделать капюшон остреньким, можно его немножко закруглить. Опускаем вниз 7 сантиметров. И в сторону, вперед тоже можно 7, можно чуть поменьше. Соединяем точки. И получаем вот такой капюшон, который имеет скос по верхней части, если не хотите остренький. Идем вязать. Провязали первую половину полукруга. Вяжем вторую. Навесили в бросовых нитях полукруг на те иглы, которые нам указывает программа. И вяжем в обратную сторону. Мне так удобнее. Вы можете вязать полукруг от края до края. Итак, перед глазами выкройка. Надетая вторая часть. И провязываем. Выполняю убавки в том ряду, в котором нам показывает программа. Полосы в хаотичном порядке. У меня, видите, на выкройке даже нет разметки полос. Я их делаю вот как получится. Сколько рядов провязала, столько провязала. Надела полотно на иглы. Вяжу от края. И теперь мне нужно сделать разрез. Разрез представляет из себя 20 петель. 20 петель закрыли, 20 петель открыли. И продолжаем вязание. Паргинуя. Итак. Продолжение следует... 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 скос теперь складываем зашиваем капюшон от разреза до разреза по краю и до основания капюшон зашили теперь пришиваете спинку спинка это средняя деталь у меня есть разрез это на пройму соединяем пинку эти и можно даже так вот спинку вперед и вот таким вот образом присоединяем и капюшон и плечики одним швом пришиваем и полукруглая кофта с капюшоном готова и и и Продолжение следует...